Развитие промышленного производства и торговли в Тверской области стало ключевой темой очередного заседания регионального правительства, в ходе которого обсудили первые результаты работы госпрограммы на территории Верхней Волжи, а также задачи, которые стоят перед отраслью на ближайшие годы. Подробности у Валерии Фоминой. Глава региона в ходе заседания правительства отметил, что в 2022 году в Верхней Волжье удалось сохранить объемы промышленного производства. А сегодня наши предприятия, несмотря на санкции, демонстрируют рост в разных отраслях. Многие компании смогли открыть новые производства линий и укрепиться на внутреннем рынке. В частности, благодаря помощи государства. Так сразу несколькими мерами поддержки воспользовался Лихославльский завод по производству светотехнических изделий. Выгодные кредиты от государства позволили расширить ассортимент продукции. Мы участвовали в проектах, как импортозамещение, экспорта, оборотного капитала, развитие производства. В общей массе мы получили 480 миллионов кредитных средств. Некоторые оборудования, которые благодаря всем займам, особенно фонда развития промышленности, мы немножко просто меняем. Опять же, вместе с поддержкой и федерального фонда, и регионального. Это однозначно большая помощь и толчок в ускорении развития. За короткое время завод сделал большой рывок вперед. Также было принято решение правительством области еще в 2020 году поддержать торжокскую обувную фабрику. Благодаря чему предприятию удалось всего за три года модернизировать производство, открыть два новых цеха и увеличить объемы продукции. Если сравнивать показатели за шесть месяцев работы 2022-2023 года, производство обуви увеличилось на 46%, производство респираторов на 26%, перечисление налогов на заработную плату тоже увеличилось на 20%. Взаимодействие между акционерами и правительством Центрической области дало такой результат. Промышленному комплексу Верхневолжье в прошлом году было направлено более 5 миллиардов рублей по линии Федерального и регионального фондов развития промышленности и от Минпромторга России. В этом году совокупный объем уже составил 3 миллиарда рублей. Через региональный фонд развития промышленности продолжено предоставление льготных займов через программы импортозамещения, оборотный капитал и другие. Получали компенсацию по недешевым коммерческим кредитам. Сегодня мы претендуем на 70 миллионов рублей. Этых средств нам вполне достаточно для дальнейшего развития с учета масштаба нашего бизнеса. Федеральный фонд развития промышленности, он, собственно, работает с предприятиями с запросами от 100 миллионов рублей, как известно, а региональный позволяет рассчитывать на сумму до 50. Так, руководители данных предприятий сегодня выступили в качестве экспертов на заседании правительства и отметили позитивные результаты работы программы на тверских предприятиях. Также в Тверской области продолжается реализация инвестпроектов, развивается внутрирегиональная кооперация. Она направлена в первую очередь на обеспечение внутренних потребностей. Это производство школьной формы, мебели, окон и другого. Кроме того, в регионе вводится новая программа – финансирование опытно-конструкторских разборок. Под 1% годовых компаний могут получить от 5 до 30 миллионов рублей на срок до 36 месяцев. Игорь Рудене обозначил еще одно важное направление – подготовка и закрепление на предприятиях молодых специалистов. Планы на 2023, 2024, 2025 года достаточно конкретные. Сегодня мы обсудили вопросы, связанные с необходимостью ускоренной модернизации обновления основных фондов на предприятиях нашего региона, а также подготовки кадров для предприятий, которые сегодня работают и по инвестпроектам, которые будут введены в эксплуатацию. Сейчас в сфере промышленности Верхневолжья работает порядка 75 тысяч человек. В колледжах области по разным профессиям получают образование свыше 14 тысяч студентов. Обеспечено партнерство с предприятиями области для подготовки востребованных специалистов. В Тверской области по итогам в 2023 году индекс промышленного производства составляет 115,5%. В обрабатывающей промышленности – 123,8%. Сейчас регион занимает лидирующую позицию в ЦФО по индексу промпроизводства на обрабатывающих предприятиях. Растут и объемы отгруженных товаров собственного производства.